Изначально в Сочи выявлено 13 391 неканализованный объект, осуществляющий сброс неочищенных стоков ливневки. В итоге все это попадало в море. В этом году во время второго этапа мониторинга в Лазаревском районе обнаружено еще 2612 объектов. Итого получилось чуть больше 16 тысяч, из которых приведено в порядок уже 12 тысяч. С оставшимися владельцами домов ежедневно ведется работа. Вот, например, дом, где есть выгребная яма, но нет договора с организацией, которая занимается ее обслуживанием. Вы подойдете в администрацию, вас проинформируют. Давайте, потому что у меня уже и возраст такой, я так не запомню. Смотрите, это нужно в срочном порядке заключать. Условие одно – либо герметичная выгребная яма, либо лосы, также с сопровождением договора. Там, где есть возможность подключиться к центральной системе канализации, надо подключаться. В противном случае хозяин дома будет признан злостным нарушителем. Вот ситуация на улице Леселидзе. Труба с хозяйственными стоками попадает прямо в ливневку. Сотрудники водоканала ставят на нее заглушку. А представители администрации составляют административный протокол и вызывают на комиссии, которая определит сумму штрафа. Направлено уже больше 800 уведомлений. И, собственно, людей, которые еще пока не заключили, например, договора, у нас около 300. Это не значит, что все они являются нарушителями. Просто кто-то не успел еще оформить правильно бумаги. Но до каждого мы дойдем, каждого мы проверим. Все должны понимать, что больше нарушать закон в таком режиме, как мы загрязняем наши реки и моря, не получится. Работа по выявлению нарушителей федерального закона о водоснабжении и водоотведении будет продолжена. К новому летнему сезону, уверяют городские власти, тема неканализованных объектов будет закрыта.